Всем привет! Недавно я открыла возможности лимонной кислоты. Раньше я давно уже пользовалась лимонной кислотой как средством, которое чистит чайник от накипи, стиральную машину тоже. Если кто-то скажет, что лимонной кислотой нельзя стиральную машину, я вам хочу сказать, я работала в магазине бытовой техники 8 лет. И я знаю, что есть много разных химикатов, разных средств, которые дорогостоящие, и чтобы их покупали, в общем-то, предлагают другие средства. Но когда я искала для себя средства для ухода за стиральной машиной, я пересмотрела все их составы, нашла самое дорогое Милли, прочитала состав. Там написано лимонная кислота, больше ничего. Это было где-то лет 7 назад, с тех пор я лимонной кислотой чищу и машину. Ну, то есть я засыпаю как порошок где-то раз в полгода и на 90 градусов без белья прогоняю в холостую. Вся грязь, накипь, все оттуда уходит. Также чайник умывальника, там где краны, там где вот эта накипь идет, вот этого кальция закальцинированная, оно не очищается ничем. Пималюкс тоже не берет. И вот я открытие такое для себя недавно сделала, попробовала лимонной кислотой. И сейчас хочу это сделать уже у дочки, порядок навести у нее на мойке. Так что отправляемся на кухню. Ну вот вы видите в каком состоянии умывальники, есть вот тут вот кальциевое отложение, видите, да, вот вокруг мойки. Вот эти тоже вот просто они иногда не оттираются, но попробую сейчас оттереть. Также чайник, вот видите, накипь там внизу. Сейчас я попробую помыть просто моющим средством, обычным для посуды. И попробую пималюксом, то что не отмывается этими средствами, тогда уже лимонной кислотой. Но для чайника, если кто не знает, я знаю, что многие пользуются таким способом, да, чистки чайника. Просто наливаете водичку и чайную ложечку, как только закипит, чайник выключится, чайную ложечку бросаете туда. И оно стоит до тех пор, пока не растворится полностью там кальций. Это может быть час, если это редко вы чистите. А если чистите часто, то это может даже быть 15 минут достаточно. Увидите, как только уже очистится все, можно просто чайник помыть и все. Ну, сейчас вода закипает, я пока помою умывальник, отмою средствами обычными, подручными, а потом посмотрим, что останется. Ну, вот вы видите, чайник закипает, сейчас он отключится. И в кипящую воду засыпаем чайную ложечку лимонной кислоты. Все, видите, как бурлит. Закрываем крышку и пусть она стоит, настаивается, пока вот эти все солевые отложения пока не отойдут. Прошло только 10 минут. И вы смотрите, вот здесь уже накип ушла. И там на донышке тоже уже порастворилась. Можно немножечко чайник вот так вот взять, помешать. Вот видно, она там еще кружится. И пусть она еще постоит, пока совсем не растворится. А еще я немножечко сливаю воду, чтобы вот этот вот носик тоже захватился. Чуть-чуть солью, чтобы туда попала эта лимонка. Но я потом просто носик почищу. Прошло уже 15 минут, все уже отошло. Уже на стекле ничего нету. Мы видим, что там внизу осадочек плавает. На стекле нету, на дне нету, ничего нету. Вот он, осадок видно, кружится. Все, осталось только помыть чайник и все. Можно по краям тоже лимоночку взять на тряпочку и протереть. С чайником разобрались. Я хочу показать вам поближе, что на умывальнике именно я хочу почистить. Смотрите, я пималюксом уже даже чистила. И вот видите, некоторые солевые отложения здесь есть. Потом вот эти вот темные пятна, они тоже пималюксом не очистились. Вот на решеточке тут тоже есть. Вот этот вот налет, он не снимается. Это я с умывальника принесла. Тоже вот этот вот налет, это кальций, он тоже не очищается. И вот я сейчас попробую все это лимонной кислотой очистить. Тоже видите, вот такой вот налет. Я еще раз закипятила воду, которая там была вместе с лимонной кислотой. Чтобы ее просто так зря не выливать, я решила сделать так. Я в тарелочку насыпала чайную ложечку лимонной кислоты и чуть-чуть водички туда добавлю. Чуть-чуть, чтобы она намокла. Я одну перчатку надела на всякий случай, потому что я не знаю, как лимонная кислота влияет на руки. Попробуем почистить вот эту вот штучку. Вода уже там не сильно горячая, это не кипяток, поэтому она сразу не отходит. Но уже мы видим, что отступает, ей надо дать полежать. А лучше вообще даже туда ее замочить. Ну, я все ее вот так вот намажу. Половина вот уже очистилась, а половина еще вот в этом кальции, в этом камне. Я ее намажу вот этим всем и дам полежать. А потом потру. Прямо брать лимонку вот так вот и тереть. Ну, можно там сильно не тереть, а просто смазать пока, чтобы оно постояло. А потом уже что останется, можно будет потереть, оно легко должно отойти. Краник вот этот со всех сторон. Везде, где кальций, вот тут вот вокруг, внизу, его можно убрать. Вот это вот тоже. Лимонки маловато, я еще возьму. Сделаю. Генеральная уборка должна быть уже сделана на 5 плюсов. Все очень хорошо очищается. Может быть, вам не очень хорошо видно, но я покажу поближе потом. Вот уже легче отходит камень отсюда. И вот этот налет весь. Кстати, смотрите. Уже меньше стало из камня. В общем-то, усилий никаких я не применяю. Все очень легко тряпочкой протирается и все очень легко удаляется. Ну вот, чайник у нас уже чистый. Я его помыла, он стал как новенький. Поставила туда воду сейчас греть. А умывальник тоже. Вот смотрите, металлические части у нас все блестят. Вот, нигде отложения не осталось. Вот эта штучка, которая с умывальника, она очистилась полностью с одной и с другой стороны. Стала тоже совершенно чистая. Вот этот налет, который был вот здесь, вот здесь, везде темный такой. Он везде очистился. Ну, металлические части, безусловно, они блестят. Вот это все тоже очистилось вокруг, что было. И, в общем-то, усилий никаких я не прилагала. Вот этот налет весь снялся. Просто намазала. Оно немножечко, там, 5-10 минут побыло. Ну, чуть-чуть так вот потерла. Оно, в общем-то, вытирается быстро. Там, где сильное загрязнение, можно чуть-чуть подольше подержать. Ну, в общем, такое открытие вот я сделала. И это без всяких усилий. Камень удаляется. Не нужно никаких дорогостоящих средств. И вот этим можете пользоваться на здоровье. Вот, красота, чистота. Прям люблю так. Зашла я в умывалку, чтобы прикрутить вот эту штучку чистенькую. Смотрю, а тут тоже надо чистить. Ну, я взяла просто вот на губку сейчас и потру. Надо чуть-чуть подержать. Ну, вот я потерла немножко. И все очистилось. И даже вот это отверстие тоже потерла. И там тоже все без камень отошел. Теперь можно прикрутить вот эту штуку. Вот она. О! И пошла вода. Все, красота. Если у кого-то унитаз не отмывается от камня, можете попробовать лимонной кислотой. Он отмоется 100%. Ну, что, мои хорошие, кому мое видео понравилось, кому было интересным, полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok